В горнолыжном клубе Леонида Тягачева прошло первенство спортивной школы Шуклова по снову бороду. Ежегодно эти традиционные соревнования собирают большое количество участников. Мы уже не первый год здесь собираем большое количество участников из разных регионов. К нам приезжает Москва, Ярославская область, Башкирия. По уровню это как первенство Центрального федерального округа. Участников у нас, как правило, по 100 человек разных возрастных групп. Это те самые соревнования, где подрастающие поколения наших спортсменов, малышей, как вы видели, могут потянуться, посмотреть на лучших в России. Те, которые у нас будут представлять наш городской округ на первенстве России и нашу область на спартакиаде учащихся. И такой вот интересный старт для всех возрастов. Сейчас прошли квалификационные заезды, выявили, соответственно, лучших, которые между собой сейчас будут в финальных заездах уже бороться за призовые медали. Участники соревнований были разделены на несколько возрастных групп, включая мальчиков и девочек с возрастом 9-10 и 11-12 лет, а также юноши и девушек от 13 до 14 лет до 15-19 лет. Традиционно они в лидерах этих соревнований, как правило, они не сильно хотят отдавать медали. Посмотрим, как в этот раз. Это спорт, решая случайности, скорости большие. Ребята сделают все возможное, чтобы максимальное количество медалей осталось у нас, в нашей школе. Спортсмены боролись за звание лучших среди сверстников, демонстрируя свое мастерство и навыки на заснеженных склонах. Это выглядело очень зрелищно. Я занимаюсь сноубордом 4 года, у меня разряд КМС. Его выполнила я на всероссийских соревнованиях, заняла там первое место. Также участвовала в первенстве России и в этом году тоже на всероссийских соревнованиях. В этом сезоне я была на Южном Урале, я была в Ижевске и вот у нас на Воробьевых горах была тоже открывающей международных соревнований. И вот сегодняшнее соревнование. Сегодня как выступала? Ну еще не до конца, но по двум квалификациям я пока что лидирую. Сезон в полном разгаре. Впереди у дмитровских спортсменов несколько серьезных состязаний. У нас будет первенство школы. Опять же мы его делаем открытым, приглашаем всех желающих. После этого старшие ребята готовятся к спартакиаде, учащихся в Сочи, будут представлять наш регион. А потом мы активно готовимся к первенству России, который будет у нас проходить на Сахалине в начале марта. Вот это, скажем так, главный старт сезона для ребят, юниоров и юношей девушек. Малыши здесь у нас по своему календарю, по местным соревнованиям получают опыт. Вот таким образом. По итогам данного первенства воспитанники спортивной школы Шуколова достойно выступили в соревнованиях, завоевав в острой конкуренции 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Продолжение следует...